Компания Веневисьон представляет В фильме также снималась Эва Бланко Композиторы Луис Роман и Вероника Фарриас Оператор Джонни Феблес Режиссер Роман Чельбаут 109 серия Свадьба Джуниора Все-все-все, много смеха, много улыбок, много шума, много бумаг на полу Но вы так и не сказали, понравились ли вам подарки Я ведь могу вернуться в магазин и отдать подарки назад Скажу, что они не понравились Дорогая, мне нравится подарок Но, честно говоря, я не знаю, для чего нужна половина этих красок Мама, вы должны объяснить, как всем этим пользоваться Доктор Атанасио так повысил тебе зарплату? Повысил, повысил Я, конечно, не миллионерша, мама, но, клянусь, я никогда не видела такую большую цифру, мама Кроме того, мне понравилось, что он сказал Он сказал, что со мной поступили несправедливо Говорил о моем таланте, о моем рвении Ну, ты понимаешь Одним словом, все замечательно Я этого не ожидала, Бьянве Уже пора, дочка, уже пора Вот это моя сестренка Первая гамбоу с кредитной карточкой Какая гордость, какая гордость Гордость, не то слово Как я только что сказала, пришло время, дорогая, чтобы твоя учеба, твое старание принесли плоды Я не ошибаюсь в людях Доктор Атанасио, ангел А этот пакет для меня? Именно так, он твой Доставай, что там Посмотрим, понравится ли тебе Быстрее Так Скорей, скорей Что это? Какая прелесть Да я тебя обниму, тетя Там все необходимое, чтобы ты творила чудеса, какие захочешь Погодите, сеньора, еще осталась моя сестренка, которая ждет подарок с напряженным лицом Это правда Но сначала я сделаю один комментарий Знаете, в чем преимущество кредитной карты? Что ты можешь пойти в любой магазин, в какой захочешь Также можешь пойти в кассу и снять деньги Но тебе все равно приходится платить, потому что кредитная карта не магическая, как игра, которую ты подарила Мэйрлин Дай мне немного насладиться, Бьянли Ладно, ладно, секунда Это тебе Держи Мне Хорошо Подожди, закрой глаза Чтобы ты получил удовольствие со своей принцессой Чтобы сводил ее в хороший ресторан, сводил потанцевать А что ты сделаешь потом, твое дело Сестра Это еще не все Не могу найти Что-то еще, еще Вот он, вот Одеколон, брат Одеколон, чтобы от тебя приятно пахло Когда девушка будет идти по улице и почувствует этот запах, она вспомнит о тебе Спасибо, сестренка, спасибо Теперь я буду просто неотразим Кто остался? Кто остался? Осталась Гроссиэлита Боже, что там Лучшее Ты уже свое получил, это для Гроссиэллы Я нервничаю Сестра Чтобы ты впервые в жизни полетела в самолете Открой Открой Что это? Посмотрим Как он открывается Влас Рокис Влас Рокис И на двоих Так что пригласишь меня Конечно, глупышка, конечно приглашу Спасибо, сестренка Я впервые в жизни поднимусь в самолет Меня переполняет чувство спасибо Спасибо, сестра И что? Ты что-то купила тому, о ком мы говорили? Мне кажется, да Скажи мне, что? Юбери Ни минуты грусти Ни полминуты, дорогая Если Вилкер Или кто-то другой захочет иметь с тобой дело Ему придется сильно постараться Быть на высоте Ну так что, Лолита Она должна была что-то сказать Скажи, что она тебе сказала? В чем дело? В чем дело? Это была Юбери, да? Какая Юбери? Я не сказала Юбери Я так не сказала Я ничего не говорила Ничего Да, как же А почему такое хитрое лицо? Ты попалась Это была Юбери Что она тебе сказала? Ну что она тебе сказала? Ничего не сказала Да и зачем говорить, если по лицу видно, что она влюблена в тебя? Что она мне скажет? Точно видно? Моя худышка прелесть Красивая бейсболка Красивая? Вилкер, я не понимаю Вы умираете друг по другу Умираете от любви И вы не вместе Я не понимаю Объясни мне, пожалуйста Скажи мне Хорошо Стучат Потом расскажем Да Ты спасен Иду Привет, дорогая Как ты? Как дела? Отлично Проходи мы в столовой Спасибо Решила нанести нам визит? Да Привет, мой красивый жених Как ты? Жених? Черт Теперь я понимаю Вместо того, чтобы наладить серьезное отношение с Юбери Он плывет по течению Бесстыжий Как ты? Как дела? Отлично, дорогой Хочешь лимонад, кофе или пасту с соусом, которую я приготовила? Хочешь? Паста, наверное, вкусная Но нет, не беспокойтесь Я зашла поздороваться Что это, дорогой? Бейсболка? Покажи С мороженым В последнее время я не всегда тебя понимаю Ну, да ладно Надень Тебе идет? Дело в том, что я люблю шоколадное мороженое Он любит, любит мороженое Когда я прочитала посвящение на компакт-диске, я сказала, куплю ему бейсболку с мороженым Он носил такие в детстве, поэтому я купила именно такую Красивая правда Очень красивая Моя Лаолита прелесть Да, красивая Жаль, что эта идея не осенила меня Дорогой, расскажи о сенсационной субботе Как дела? Это потрясающая новость И мы своего не упустим Можешь не сомневаться Правда, Палма издевается над нами Он пока не сказал, когда Но это уже точно Точно Лаолита, кто нас выдержит, когда мы будем кричать, как сумасшедшие на сенсационной субботе? Они же не будут держать нас на улице? Нет, дорогая Даже если нас не пригласят, мы все равно пройдем Пусть попробует не пригласить Нет, я ее знаю Она даже может поговорить с самим Сарко И сказать, пожалуйста, сеньор Сарко Позвольте нам войти Потому что я тоже хочу сказать несколько слов сыну, который впервые выступит по телевидению Я знаю Лаолиту Нет, лучше я достану ей официальное приглашение Потому что не хочу, чтобы она сделала мне сюрприз Жить чудесно Кто бы мог сказать, что младенец Иисус навестит нас именно сейчас? Это правда Тем более с мешком, набитым подарками По крайней мере, нас с тобой он не обидел Теперь у меня есть все, или почти все, чтобы быть настоящим доктором Ты представляешь, я достаю визитку и говорю Дионисии Если тебе что-то понадобится, звони мне в любое время В любой момент Я хочу, чтобы эта визитка стала для тебя как талисман Потому что я от тебя на расстоянии телефонного звонка Получилось очень красиво Это даже лучше новой машины Что я могу сказать? 20 очков за это изобретение, доктор? Но главное, что ты встретишься с ней в потрясающем прикиде Новый костюм, новые туфли, все с иголочки Как у актера Дело в том, что жизнь как домино Ты его тасуешь и никогда не знаешь, какие фишки тебе выпадут Но постепенно все вырисовывается Вчера нам казалось, что жизнь повернулась к нам спиной А сегодня подул свежий ветер Свежий, свежий, можно свести партию в ничью Примера, я думаю, что с подарками и бери Я могу поворотся за мою принцессу Да, да, да Она не устоит перед таким ароматом Думаю, у меня еще есть шанс с моей принцессой Точно, точно Ты думаешь, мы выиграем эту партию и даже женимся? Ты как зациклилась на этой теме Но это правда Брак стал эпидемией Подумай только Я развелась, а все хотят пережениться Смотри, это Атанасио с китаянкой Со смешной китаянкой Я бы поклялась, что она вышла замуж, чтобы я почувствовала себя еще более разведенной Риджит, ради бога Это так, мама Это так, мамуля Я не только смешная китаянка Возьми Ану Какая еще причина, если не эпидемия Или умственное помешательство оправдывает, что Ана выходит замуж за Маурисио А чем плохо Маурисио? Он неплохой, дорогая Просто с него падают перья, когда он идет Ладно, ладно Мне все равно Наплевать А Финита? Это еще хуже Она почти развелась А сейчас снова замужем за Баттера Вы видите? Хиселы и Атанасио Ана и Маурисио Финита и Баттера Каролина и Цыпленок Или таксист Бабушка Это я не буду комментировать Я потеряла нить Вы меня снова запутали Начну сначала Анна Финита, китаянка, Каролина Даже ты, мама? Вычеркни меня Мама, женщина из квартиры 2Б Она некрасивее, чем ударить свою мать И тоже вышла замуж Не хватает кого-то еще? Кого? Кого? Кого же? Кого? Откройте дверь Мне не хватало тебя, Джуниор Да, это я Я только вошел Что я сделал на этот раз? А тебе кажется, этого мало? Не слушай их, папа Не обращай внимания Как ты? Что это ты вдруг пришел? Доченька, я пришел, потому что Я должен сообщить моей семье Нечто очень-очень важное Постой, я выключу телевизор Что ты пришел сказать? Что решил давать дочери деньги? Так? Мама, ради бога, ты же знаешь, что папа на милее Боже мой Я пришел сообщить, что завтра женюсь Что? Это? Я пришел сказать, что завтра женюсь Разве наше сокровище еще не женилось? Нет, мама, нет Он всего лишь обрюхатил девушку Только это Но еще не женился Ты ведь знаешь, Джуниор медлительный И глупый Бедный папуля Ты должен жениться под давлением Да? Нет Как тебе объяснить, чтобы ты поняла? Есть моменты в жизни, когда человек должен Взять на себя ответственность Занять Да Занять позицию в жизни И тебя это самого осенило? Ты сам додумался до этого? Минутку Не будь ты такой банилией Я бы поклялась, что в роддоме мне подменили дочь Почему у тебя влажнились глаза? Что значит бедный папа? Как ты можешь сомневаться, женится ли этот наглец на девушке, которую он обрехатил? Ты с ума сошла? Конечно, он должен жениться Здесь единственный бедняга Бунили это маленький, который родится Боже, защити этого бедного ребеночка Ну хватит, мама И когда свадьба? Завтра Она состоится завтра Вот так? Вот так Она будет на пляже На пляже Типично для джуниора Скажи, джуниор Какого черта ты омрачаешь мне жизнь своей свадьбой? Завтра очень важный для меня день Это действительно так? Я хочу, чтобы вся моя семья присутствовала при этом В чудесном акте соединения, который произойдет Кроме того, есть нечто большее Нечто большее, чем свадьба Что бы ни произошло Что бы ни произошло Завтра Мы соберемся Я хочу, чтобы моя семья была там Потому что меня всегда осеняют Чрезвычайно важные идеи И я хочу, чтобы вы были со мной Я хочу, чтобы в этот момент моя семья была там Я скорее умру Джуниор, на этот раз мы тебя точно потеряли Ты пришел пригласить меня на свою свадьбу? Джуниор, какое нужно иметь мужество для этого? Вообще-то я помню В 60-е годы молодые люди В 18-20 лет женились на пляже Женились в Мериде В Андах, в лесу То есть в контакте с природой В представлении свободной любви А те, которые женились в Каракасе Делали это на отметке Тысяча в машине или на мотоцикле Но в таком возрасте оказаться на пляже Жениться там Не знаю Наверное, у каждого своя личность Своя душа На самом деле, он очень необычный тип Он создал себе имидж И демонстрирует, что из этого образа Его никто не вытащит Джуниор Я два часа ищу вас в доме А вы спрятались здесь Мне нужна ваша помощь Потому что я должна решить, что надеть на свадьбу Откровенно говоря, свадьба на пляже Это что-то безумное Скажите, что мне надеть? Я не могу пойти туда в нормальной одежде Нет, дорогой Я должна быть одета модно, очень модно Естественно, под одеждой будет купальник Чтобы после окончания свадьбы Сразу перейти на пляж Ну, что же мне надеть? Задрапироваться фуляром По типу греческой туники Или одеться хиппи В соответствии с джуниором Это замечательно Или может надеть наряд современной взрослой И ярких расцветок со шляпой Что? Хисела, делай, что хочешь Как всегда Я не буду вмешиваться Но если я правильно понял Ты спрашиваешь мое скромное мнение Конечно И если это так Я тебе его скажу Мне не нравится Прости Я хочу сказать Я не думаю Что на свадьбу нужно надевать купальник Даже если она празднуется на пляже Атанасио, не смеши и не становись ревнивым Как тебе пришло в голову Что на пляж нужно идти без купальника? Конечно, да Я уверена, что буду в купальнике не одна Кроме того У меня будет что-то сверху А когда свадьба закончится Мы искупаемся Тебе я тоже возьму плавки Разве тебе не хочется искупаться? Я тебя не понимаю Села, прости, что перебиваю Но, судя по его лицу Думаю, нет Не будь занудой, Атанасио Сделай одолжение Не будь занудой Кроме того Там будет здорово, дорогой Вот увидишь Я тебе это обещаю Сам посуди Свадьба на пляже Типа сороковых, двадцатых Типа Хосе-Хосе Типа Хулио Иглесиоса Это слишком дорогой Знаешь что? Я жду много сюрпризов Потому что, когда речь идет о джунире Произойти может все что угодно Нет, дорогой Я уверена, что получу огромное удовольствие Но не знаю, что надеть А ты пойдешь? Ты должен пойти Разумеется, он должен Прости, женится его тесть Я знаю, знаю Да, я пойду, Хисела Я посмотрю Посмотрю Дорогой Ты что? Ты не можешь искать ему тесте? Откровенно говоря Тебе до него далеко Не кусайся Я тебя целую Это точно Мне далеко до джуниора Я его не критикую В глубине души Я очень завидую Этому сумасшедшему Будь у меня половина Что я говорю Четвертая часть Безумия джуниора Я бы не сидел здесь Скучая по Грессиелле Кто знает Возможно В этот момент Я был бы с ней Честно говоря Мой тесть Не перестает удивлять Ему наплевать Что скажут Если хорошо подумать Я ему завидую Более того Я должен был сделать Это с юбери Признать перед всеми Что я ее люблю Не думая о последствиях В конечном итоге Сделаешь ты хорошо Или сделаешь плохо Люди все равно Будут говорить Хиппи Слава Богу Хоть какая-то реакция А то я два часа Говорю с вами А ваши головы Заняты другими мыслями Так что мне надеть Атанасио Что угодно Хиселла Что ты захочешь В конечном итоге Что бы ты ни надела Ты всегда красивая Всегда Как это покупать 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 И ничего не платить Расскажи Ты не представляешь Какое это счастье Я как сумасшедшая Заходила во все магазины Покупала не глядя на цены И даже не доставая кошелек Не считая Хватит ли у меня денег Я просто смотрела в витрины И покупала Что мне нравилось Мне это нравится Синерита Я это беру Это мне нравится Синерита Я беру это Я это беру Синерита Мне это нравится Да-да Это прекрасно Кроме того Моя сестра потратилась Она купила подарки всем Никого не забыла Дорогой Мне подарила билет До Лос Рокуса Представляешь? Класс Постой-постой Видел бы ты Что она купила пример Костюм Достойный врача Замечательный костюм Как говорится Тебе тоже есть подарок Мне? Мне Ты прелесть, дорогая Спасибо Я как ребенок Открываю его вот так Чтобы получать Много подарков Посмотрим Посмотрим Трикот для танцев Как здорово, дорогая Ты попала в точку Они тебя обтянут Как тебе нравится Не придерешься, как ты говоришь Я очень доволен Что и у тебя, Эбери И у тебя, Грисела Все хорошо С работой Но я хочу знать Как дела с любовью Я хочу услышать Красивые истории любви Что у вас с этим? Что с этим? Что касается меня Забудь Ты знаешь поговорку Кому везет в работе В игре Кому не везет в любви Кроме того Нельзя иметь все Так что Спокойно Сделай одолжение Не смотри на меня так Потому что у меня Так же, как у сестры Не зря мы семья И мы Гамбоа Никаких мужчин Я одна, как перст Детка Это вопрос оптимизма Да уж Ты смелый, Феликс Будешь говорить об оптимизме Никому иному, как Гамбоа? Ты сумасшедший, дорогой Вспомни Мы Гамбоа И у нас Гамбоа Мать Бьенвенида Живое воплощение Оптимизма Бьенвенида Гамбоа Это правда Это правда, дорогая Кстати, о Бьенвениде Почему ты не предложишь Ей свои услуги При съемке в фильме? Я? Представляешь? Феликс Гример Бьенвениды Гамбоа Кто меня выдержит, дорогая? Личный гример Бьенвениды Но не меняйте тему Я хочу, чтобы вы сказали мне О мужчинах О любви О страсти Это единственное, что я хочу услышать Да-да Разве что услышите, не более того Сделай одолжение, Феликс Не приставай Какие мужчины? Какие рваные калуши? Ты узнал на собственной шкуре Нехватку мужчин Да-да Потому что ты не раз говорил не об этом Так что прекратите разговоры Потому что мужчин нет Их просто нет Сплетничаем? Кажется, разговор интересный О чем говорите? Что ты увела единственного мужчину, который есть и не хочешь его делить Делить? Что значит делить? Этот мужчина мой, мой и только мой Обжора Ты надел бейсболку? Одна деталь Я бы не надел, если бы ее не подарила ты Не будь глупым Я ее подарила, потому что ты мне не нравишься И вообще, Вилкер, хватит думать обо мне Рядом с тобой Перелин Она нас услышит Она не слышит, потому что глухая тетеря Все слышно даже отсюда Ты знаешь, как обстоят дела, Бриджит Моей женщиной была ты, Бриджит Бардо И точка Джонниор, ради бога Ты говоришь мне об этом сейчас? Завтра ты женишь сына беременной Пойми, это не одно и то же Пойми, это обстоятельства Сети, в которые ты попадаешь Потому что Потому что ты мужчина Но я буду говорить искренне Счастливый брак В котором я был счастлив Был у меня с тобой Завтра Как бы тебе сказать Нечто другое Ты так говоришь из-за пляжа Знаешь что, Джонниор Не вздумай сказать, что ты пришел Сообщить о браке, чтобы я Дала тебе повод не жениться Нет, ты что, Бриджит Ты что, но... Но... Но что, Джонниор? Ты видела фильм «Властелин колец»? Нет, какой «Властелин колец»? Не запутывай меня Не нужно, не запутывай Какое отношение имеют кольца к твоей свадьбе? Именно об этом и речь Об этом и речь Это же как символ Представь себе Все счастливы Царит мир, любовь, покой Пока не появляются кольца Когда ты надеваешь кольца Ты предаешь самому себя Становишься порочным человеком изнутри То есть мир царит, пока ты не наденешь кольца Когда ты надеваешь кольца Все хотят убить тебя Все тебя ненавидят Это послание фильма Джонниор Ты пытаешься найти предлог То есть, по-твоему Голливуд потратил столько денег Чтобы отправить тебе послание Чтобы ты бросил беременную? Нет Бриджит, постой Посмотри на меня Ты хочешь сказать, что ты очень счастлива Потому что я женюсь на Джессике Послушай, Джонниор Да Мне не нравится Джессика Но это не означает, что я хочу, чтобы ты оставил эту бедную девушку с животом Бедняжке достаточно алтаря на песке Ты думаешь, что тебе 15 лет, и ты хиппи? Бедная девочка Нет, дорогой сеньор Нет Джонниор Пообещай мне Пообещай, что ты не бросишь эту девушку Я Бриджит? Бриджит Я на такое не способен Меня как раз беспокоит, что ты на это способен Боже мой, Джонниор, Джонниор Будь осторожен с сюрпризами Что скажет самая красивая девочка на свете? Что случилось, дорогая? Почему такое грустное лицо? У моей красивой девочки должно быть веселое лицо Очень веселое, дорогая Хотя... Беспокоиться есть о чем Пока не пришел ни один гость Это плохой знак Самое плохое связаться с сумасшедшими Как это возможно, что не пришел даже этот глупец? Этот идиот Банилья Он должен был быть здесь первым Он знает, что свадьба сегодня, дочка? Он пригласил гостей? Дочка, да что с тобой? Папа Папа, я правда выйду замуж? Это правда, что сегодня я выйду замуж? Папа, а может Джонниор... Может Джонниор не женится на мне? Может он меня бросит? Бросит в подвенечном платье? Если это произойдет, я умру, папа Я точно умру Нет, нет, нет Если кто здесь умрет, так это Банилья Если он не появится Я приветствую, дорогую семью Какой необычный, какой чудесный момент Дайте мне насладиться морским бризом Сконцентрируемся на карибской панораме Находящейся перед нами Сегодня великий день Памятный Памятный, памятный день Потому что Джонниор Банилья Женится на своей принцессе Которая носит Ленон Сито Дорогой, я думала ты не придешь Спокойно, спокойно Здесь будет праздник, веселье и все остальное Так что давайте обнимемся Мой дорогой тесть Как положено в такие моменты Ну как? Я беспокоился Ты знаешь, как это бывает Есть такая поговорка Создай себе славу и ложись спать Не переживайте, дорогой тесть Все нормально, я пришел Ничто не нарушит эту сцену Наполненную миром, любовью, теплом Позитивной энергией Давайте дышать этой позитивной энергией Давайте дышать ею Никто не ест фрукты Пока нельзя Вы не можете позволить, чтобы кто-то прикоснулся к этому натюрморту Никто ничего не трогает Папик, папуля дорогой В чем дело? Папик, пришли гости А точнее пришла твоя дочь Привет, привет, моя дорогая Как ты, жизнь моя? Как ты, папа? Благослови Господь, благослови тебя Какой успех, папа Какой уникальный стиль Как ты, дорогая мачеха? Ты готова? Все хорошо? Ты готова? Да, все хорошо, дорогая Как хорошо Я надеюсь, ты будешь рядом с папой во всех его мечтах Это очень важно, потому что он очень необычный человек Слишком чувственный К нему нужен особый подход, понимаешь? Он особенный Это я уже поняла Моя красивая девочка, моя дочь Добро пожаловать на мой праздник на пляже Спасибо, спасибо Поздравляю, Джессика Спасибо Тебе тоже, Джуниор Это так эффектно Я бы даже осмелился сказать, что это похоже на фильм Спасибо, Хуан Диего Ты так любезен Информируем вас, что мы с папиком будем самой счастливой парой в этом мире Кому бы ни было больно от этого Никто, абсолютно никто не омрачит наше счастье Никогда Правда, дорогой? Да, жизнь моя Кроме того, это прекрасное предложение Вернее, прекрасная просьба Направленная в космос Потому что в этом храме природы Каждый может обратиться со своей просьбой Пожалуйста Соединитесь с природой Правда, моя королева? Конечно Прошу Спасибо, спасибо Твой отец серьезный человек Космос Спасибо, пастор Не стоило беспокоиться Нет, она Никакого беспокойства Кроме того, я знаю, что тебе нужно было срочно составить бюджет на напитки Мне хотелось срочно увидеть тебя Вообще-то я не торопилась Но мне нравится, что ты пришел Ты как солнце, пастор Я только что сварила кофе, хочешь? Конечно, с удовольствием Сейчас принесу Спасибо Ты такой нарядный В чем дело? Где праздник? Где веселье? Сегодня день рождения моего друга Гонсало Паса Поэтому мы пойдем играть в боулинг Пойдешь играть в боулинг? Серьезно Я люблю играть в боулинг Как-нибудь возьмем твою маму и сходим втроем Поиграем в боулинг Согласен? Отлично Карлитес, дорогой, надень туфли Полагаю, ты не пойдешь босиком? Верно, мама Вот кофеек Спасибо, Анна Если хочешь, я отвезу Карлитеса, чтобы тебе не пришлось выходить Я с утра на улице Если хочешь, я его отвезу Нет, нет, ради бога Зачем тебе это? Нет, нет, нет Кроме того, ты опоздаешь на свадьбу джуниора Нет, нет, нет Анна До свадьбы джуниора еще есть время Если честно, мне Мне не хочется идти на пляж одному Пастор, ты дурак? Спроси ее, спроси Ну же Анна А чем ты будешь Заниматься? Спросил Я? У меня есть план Навести порядок в шкафах Порядок в шкафах? А может быть, ты отложишь шкафы на другой день И пойдешь со мной на свадьбу? Сегодня мы одни, давай немного развлечемся Нет Нет, нет, пастор Ради бога Я не приглашена Анна, тебя приглашаю я Кроме того, джуниор ясно сказал Пастор, ты должен прийти на свадьбу с кем-то Я сказал, нет Понимаешь? Пойдем вместе Тебе понравится По крайней мере, подышишь свежим воздухом Я дышу? Нет, нет, это будет воспринято плохо Ты представляешь, мы с тобой приходим на свадьбу джуниора Нет Нет, нет Нет, нет, ради бога Нет Ты представляешь лица людей? Мама Почему ты не можешь пойти? Кроме того, ты подруга джуниора Я не вижу ничего плохого Правда, пастор? В этом нет ничего плохого Ничего Я представляю лица людей, когда мы придем Не представляю, что будет Цыпленок Мой вкусный цыпленочек Дорогой Если мы тоже поженимся на побережье Босиком, в кимоно Тебе не кажется, что это очень романтично, дорогой? Да, да Полагаю, да Хотя возникли бы сложности, правда? Как обойтись без зала? Нет, нет, нет Цыпленочек Что скажешь, если наша свадьба пройдет в пятизвездочном отеле? Где будет и зал, и пляж, все вместе Как тебе это? Тебе нравится? Мне кажется Мне кажется, Каролина, что это смешно Здесь жарко И меня жрут комары Где люди? Мне кажется, дорогой Что москиты единственные гости Потому что никого нет Смотри, там кто-то идет Что скажет пламенный жених? Мой друг Алигарио А с ним никто иной, как Баттерито Черт возьми, старик Ты при полном параде Настоящий кавалер Похож на Гермеса Как ты, дорогая? Джонниор Добро пожаловать, Фенита Спасибо, спасибо Где пылкая эффектная невеста? Где она? Где-то там Пытается успокоить нервы отцу Ему это не нравится Совсем не нравится Поэтому он нервничает Джессика Синьора, как мне не нервничать Если в этом отеле Только песок, жара и четверо гостей Но самое главное Пока не пришел судья Как вам это? Спокойно, спокойно Джонниор, может быть Ты дал судье неправильный адрес Может, этот сеньор заблудился? Успокойся, дорогая Он придет Я тебе обещал Ясное небо без единого облака Я подарил тебе великолепное море Я лучший творец в мире Судья придет Тебе же лучше, Баниле Тебе же лучше Синьоры, проходите сюда Проходите Спасибо Армандо, какая ирония Я не воспользовалась моментом Когда выгнала Баттера Чтобы поехать с тобой на пляж Где ты сейчас, мой дорогой? Неужели он с Бриджит? Нет, Финита, нет Он не с Бриджит Только не с ней Нет Мама, ты помнишь Армандо? Как не помнить? Если наша последняя встреча была столь памятной Как дела, юноша? Очень хорошо, очень хорошо, сеньор Дианиси Только мне очень стыдно перед вами Я бы хотел объяснить, что я не привык напиваться До такого состояния И тем более Засыпать на чужой Софе Мне действительно очень стыдно перед вами Успокойтесь Стыдиться нечего Может, вы к этому и не привыкли? Но в этом доме это нормально На этой Софе часто кто-то ночует Уверяю вас Серьезно? Как это, Бриджит? Нет, нет Нет, это мамина шутка У нее плохое настроение Потому что сегодня свадьба Джуниора Это правда Всякий раз, когда сокровище женится Я придумываю историю про Софу Ты можешь поверить? Джуниору хватило наглости Прийти сюда И пригласить меня на свадьбу С этой бедной девочкой С беременным подростком Ты представляешь? Он пригласил меня От Джуниора всего можно ждать Меня это не удивляет? Прости, Бриджит, но я хочу задать тебе вопрос Тебя волнует, что Джуниор женится? Я хочу сказать, тебе причиняет боль, Джуниор Если это так, я предпочитаю, чтобы ты сказала мне правду Я не хочу связываться с женщиной И ее бывшим мужем Ну, ты понимаешь О чем он говорит? Ни о чем, мама Ни о чем, мамуля Я тебе не сказала, что у Арманды была неприятность С замужней женщиной Муж, который продает холодильники Или сама женщина продает холодильники Я не поняла, кто из них продает холодильники Я не поняла Нечто типа этого, синьор Дениси Нечто типа того Нет, нет, нет Свадьба этого сокровища волнует только мою внучку Больше никого Хотя, если хорошо подумать Тебе бы стоило появиться на свадьбе С таким красивым поклонником, Бриджит Ты бы свела всех с ума Это было бы забавно Надеюсь, я ничего не перепутала? Разумеется, нет Мама, ты что? Как я приглашу Армандо на свадьбу Джуниора? И вообще меня не интересует эта свадьба А все сплетни я узнаю от Финиты Финита будет на свадьбе И расскажет мне все Все сплетни Финита там? Да А где проходит свадьба? На пляже На пляже? Бриджит, если ты хочешь пойти на эту свадьбу С моей стороны никакой проблемы Более того, я дед для пляжа Серьезно, никакой проблемы Если хочешь, пойдем Старик Тебе с блеском удалась затея со свадьбой на пляже Хорошая идея Единственное плохое, это песок Смотри Виноград весь в песке Это не дело Минуту назад я что-то положил в рот И мне казалось, что я жую стекло Какая ирония Все остальное Очень, очень хорошо Не переживай Чем дело? Вы что, крадете еду? Не перехлестывай Всему свое время Всему свое время Оставь в покое мандарин Будешь продолжать, да? Не крадите фрукты Не крадите Ты должен быть доволен Потому что твой друг Твой брат Положи мандарин Что твой брат женится И наполнит ряды женатых Представляешь? Это правда Оставим за бортом Лепешечника и пастора То есть будет Два на два Это если появится судья Не пугай жениха Что за шутка? И потом Когда ты видел, чтобы судья Пришел на свадьбу Рана? Никогда Они делают это намеренно Дают время жениху и невесте Подумать И в случае чего Дать задний ход Убежать или уплыть В зависимости От обстоятельств Шутите все Шутите Праздник устраиваю я Но скажите мне вот что Что происходит С пастором В последнее время Он как будто Потерянный Скорее немного странный Неужели ему и впрямь Понравилась роль Голубова И он собирается Играть ее до конца Своих дней Нет, нет, нет Я не думаю Что у пастора Есть склонность к этому Но он немного странный Правда Не приходит в заведение Все время задумчивый Я не знаю Не знаю почему А может он влюбился Нашел себе невесту Представьте себе это А вдруг Это и впрямь так И он появится здесь С невестой Пришел пастор Ни с кем с иным Как с Анной Черт возьми пастор Какой сюрприз Стоит зазеваться И тебя сразу Остригут Хорошо что я вернулся К моему шкафчику А иначе Этот обставил бы И меня тоже Давно не виделись Как дела, Баттера? Как ты, Финита? Не так хорошо Как ты, дорогая Дорогая Ты не отпускаешь Этого мужчину от себя Поздравляю, Джуниор Поздравляю, Джессика Все так здорово Спасибо Здорово получилось у тебя, друг Притворяться голубым И снять бывшую жену Своего компаньона За это тебе можно Дать берлинского медведя Добро пожаловать Чувствуйте себя как на пляже Как на своем На своем пляже Спасибо Спасибо, Джуниор Поздравляю, Джессика Прекрасная идея Устроить свадьбу на пляже Спасибо, Анна Добро пожаловать обоим Спасибо Как дела, Олегарио? Как дела, Клариса? Привет, Анна Как ты? Хорошо Как ты, Олегарио? Как дела? Я в бешенстве, глупец Почему ты с Анной? Если бы это было В другом месте Я бы быстро стер твою улыбку Друг, так не поступает Еще увидимся Мы пойдем прогуляемся Наслаждайтесь С вашего позволения Конечно В чем дело? Почему такое лицо? Что с тобой? Ты с ума сошел? Посмотрите, кто пришел Никто иной, как продюсеры И соратники Банилья Филм Дорогой Добро пожаловать Неужели я перепутала Кафе мороженое Но он сказал Что это здесь? А может он пришел И ушел? Я уверена Он назначил свидание Чтобы сказать Что он не врач Вот он где Какой красивый Пусть будет Как захочет Бог Моя Дианисия Какая ты красивая Спасибо Садись, пожалуйста Фильм озвучен Компанией Зон Вижн Протой